всем доброе утро вот так вот началось сегодня мое утро у нас пол седьмого утра мы уже готовы у нас сегодня выставка вот я сейчас их всех упакую и поедем на работу после работы поедем устраивать устанавливать выставку это самые такие я выбрала красивые которые не оцветают только расцвели всего шесть растений думала будет больше но что-то не распустилась а что-то уже начала увядать свои цветочки в общем самое ароматное это ринхолаелия глаука вот не дают они мне снимать луи сид 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 путь пой вот такой невозможно рози сидит а это чудо просто вот их нужно выгнать сейчас и можно будет что-то снимать так вот мы подросли у нас уже два килограмма 200 грамм поэтому вот такое вот чудо показываю нашлу и вырос ну все вернемся к орхидеям сейчас я их вытрю выставила их за дверь потому что невозможно снимать ему нужно играться обниматься в общем эта красавица она сейчас она уже кстати перестает благоухать она пахнет ночью всего два цветочка распустилась еще есть бутон и вот еще бутон ну всего два но я решила все равно взять это ночная красавица тоже огромная такая уже картинка но ей нужно солнышко очень много солнца и вот с этой вот стороны было солнцем больше и распустились два цветочка загорелые такие уже наверное неделю кстати цветут ну дни пять точно красивые такие плотные цветы очень плотные и запах обалденный мазды валю и вы видели уже в предыдущем видео я очень рада носилась носила ее на наше заседание редкость увидеть в нашем штате мы сдавали и потому что они конечно прохладного содержания ну и растит она еще смотрю два цвета носа у меня я прям не нарадуюсь то вечно как скажу что то не получается красивая это моя ред джевел обожаю ее распустилась всего четыре цветочка тут вот еще бутончик назревает думала откроется нет и там вот еще есть бутончики красивая очень красивая миниатюрная очень люблю эту котлейку гибрид коксиней на bright bright angel котле bright angel яркий ангелочек обалденные маленькие цветочки но они настолько красиво смотрятся просто обожаю с каждым годом она немножечко разрастается разрастается и красиво не занимает много места шикарная это моя медуза кахлеата почему-то она вытянула всего один цветоносик хотя тянула 2 там вот второй тоже чехол ну он пока что спит долго они будут цвести очень интересные ну а это наконец-то и у меня открылась больше дендра колум дендра хилл сейчас его переименовали в целогину целогина вензеля и и вот у меня еще кстати вот есть видите бутончики и не все подрезала подрезала все сухие кончики вот еще нашла к сухой кончик потому что на выставке конечно красивые все ухоженные должны быть орхидеи чистенькие и это просто такой вот фонтан обалденно смотрится да не удивляйтесь я сижу на полу потому что ну вот так вот установила и все где сейчас буду складывать шикарный красивый кустище такой уже вид сверху и прямо вот она по кругу по кругу и все распустила если их я приближала когда-то уже давно ну кто недавно у меня видите так вот цветочки в два рядочка расположены если с этой стороны смотреть то такой вот как гребешок а так вот цветочки в общем долго можно разглядывать удовольствие одну она выращивает ее переименовали в целогины наверное потому что выращивает она свои цветоносы с новыми ростами ну обычно как и целогины делают шикарный правда кустик очень плотные такие кстати плотные плотные такие и очень острые листики ну а это целогина интермедиа на мой взгляд просто целогина это королева орхидей самые нежные такие создания утонченные интермедиа это гибрид гибрид крестаты на целогину томинтоза 55 цветоносов она вытянула ну здесь вот уже не уже в общем она их под чешуйками немножечко затемнила эти бутоны и в общем я их сняла потому что некрасиво стараюсь снимать эти вот чешуйки потому что конечно когда или дождь или холодно им там холодно и они замерзают бывает ну в моих условиях вот так в общем очень очень красиво нежное создание обалденное ну и конечно же она пахнет цветы не очень большие но эти белоснежные цветы конечно с лимонной серединкой обожаю просто и такие вот я обрезала тоже листики сухие были кончики ну чтобы было более живое презентабельное такое в общем вот такая вот красотка ну и покажу растения которые не поехали со мной это миниатюрный цимбидиум а из каскад сара джейн кажется так он называется сара джейн очень старая берочка давным-давно я его покупала не цвел у меня как-то цвел первые года потом что-то не цвел и вот опять расцвел на два цвета носика большие цимбидиумы у меня почему-то не получается зацвести как бы я не старалась но хочу я вам сказать я уже приехала с нашего шоу это что я там видела это конечно обалденное обалденные цимбидиумы огромное впечатление произвели на меня я после видео сначала выставлю свое потом сделаю смонтирую видео с выставки очень много было растений красивых в общем вот такой вот миниатюрный у меня цветет эта котлейка тоже не поехала со мной ну на мой взгляд она может быть конечно можно было ее кто-то сказать скажет отвести но на мой взгляд нужно ввести очень достойные красивые орхидеи это котлейка называется red джевел еще у нее три бутончика очень темные цветы очень красивые но она кстати только начинала распускать свои бутоны поэтому поэтому я наверное ее не взяла но и не напрасно потому что котлей было просто море море это красивая такая темная губа я кстати на выходных тоже все свои орхидеи все свои котлеи начинаю обрабатывать начинаю понемножечку приводить в божеский вид это интермедиа такой вот цветочек непонятный один расцвел ну и вот на этой стороне распускаются еще два видите он беленький сначала потом он постепенно постепенно становится розовым я люблю интермедиа из-за их запаха очень красивый на мой взгляд еще одна красавица распустилась мне ее всегда очень очень хотелось это котлея ладигизи ай такое название бразилия парагвай я когда-то видела очень красиво очень очень пышное цветение этой котлеи и конечно мне ее захотелось ну такая бы я сказала довольно таки неплохая форма у этой именно она у меня цветет первый раз я ее приобретала в том году и кстати не разочаровала меня ну вот у этой носик видите наполовину белый наполовину сиреневый такие прям плоские цветы их любят судьи когда вы такие вот плоские цветы и верхний лепесток загибается вперед это считается правильная форма ну и вот такой вот кругленький чтобы был я кстати посмотрела это здесь какой-то лепесточек на половину носика на роз ну посмотрим как зацветет следующий раз потому что там проглядывается половинка носика но я уже не буду ее тревожить так пусть она уже и цветет очень красивая прям цвет вот такой вот передает правильно тут внизу начинают распускаться просто чая ради а то похоже они конечно эти все кахле а ты ради а ты у кого по два цветочка у кого постепенно распускается ну и запах конечно у них очень такой крепкий я бы сказал ну похоже они цветочки друг на друга именно эту мне тоже хотелось красиво когда распускается и такие вот свечки из них всего два цвета носика ну много бутончиков будет очень долго цвести здесь внизу у меня фаленопсиса я сделаю на следующее видео о фаленопсисах покажу их в моей коллекции не знаю что вот это вот у меня распустилась нашла я кажется с ними общий язык такая красная прям серединка и не знаю что это за фаленопсис может быть кто-то мне подскажет буквально вчера наверно открылся этот цветочек а этот мне подарили клиентка подарила мы и в общем выращиваем цветы ну и вон бандит луи луи а ну иди оттуда жук ну и вот так вот мы здесь наконец-то закончили сделали пол новый ну и вот так вот мой уголочек здесь будет буду здесь вывешивать мои цветущие орхидейки будет у меня такой мой райский уголочек здесь мои катасетумы еще отдыхают спят ну в общем вот так вот смотрится красотень целогина обожаю красотка это я уже показывала ну и вот еще кто со мной не поехал это вот этот вот малыш сохраните серного 3 цветочка открыл маленький да как вы видите по сравнению с вот этим богатырём хотя он тоже маленький вот такая вот малышка я очень рада что он принялся начал расти у меня цвел в том году и вот сейчас опять зацвел сохранить из серного вроде бы больше не вижу бутончиков ну так он себя хорошо очень чувствует нет кстати смотрите вот здесь вот еще здесь вот еще намечаются бутончики открывается листик и такие вот маленькие класс в две стороны будет цвести уже корешки какие когда увеличиваешь сразу все можно увидеть на миниатюрных орхидеях не поехал со мной тоже бульбофилом трешиай я его очень очень люблю и он мне конечно платит своим цветением всего было вот это вот был открыт один цветок эти три только сейчас вот постепенно постепенно они растут наращивают свою свою длину всего был один это он портился уже в общем не взяла его с собой ну я его обожаю это мой 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 самый самый любимый бульбофилом который цветет очень очень часто разросся он уже так приличненько красивый ну покажу вот название трешиай малайзия 1000 1500 метров вот такой вот красавчик ну а это не знаю даже как назвать удочка ну больше полутора метров наверно точно ну и вот только начинает она на буквально пару дней назад открыла вот этот вот цветок и вот постепенно постепенно открывает еще бутоны настолько долго она растила этот цветонос что я думала что он не откроется ну мне кажется наверное с полгода точно вот как мы здесь так он и начал его растить очень такие интересные конечно цветы это мое прошлогоднее приобретение лоелия супер пенс красивые разводы такие и ей конечно нужно сейчас влажность чтобы эти чешуйки потому что они тоже липкие такие как у анцепс ну и вот видите как он выгибается выгибается я сняла уже вот эти вот сухие чешуйки они очень долго конечно росли и видите из-за дождя они попортились ну и портят внешний вид и я их постепенно вот так вот снимаю ну очень длинная очень очень длинная такая вот удочка такое вот растение огромные тоже такие листья всегда боль бы очень крупное растение ну еще раз покажу поближе долго он будет наверно тоже открывать свои цветы можно утонуть в них и разглядывать это все эти бороздочки эти рюшки полосочки природа создает неимоверную красоту вот так вот покажу сейчас выглядит мои мой розовый уголочек мои розы здесь расположились все слава богу принялись что-то я выкопала и посадила новое вот это вот белое осталось от старых хозяев я ее таки всегда мне хотелось такую розочку на ножке с шапочкой красивые белоснежные очень красивые я и всех подстригла и очень рада что они принялись вот это вот просто шикарные конечно цветы они мне напоминают пионы обалденные я не знаю нет названия у нее но прям цветы такие тяжелые с утра особенно вот роса после дождя и запах у них просто обалденный вот вот это вот самый шикарный запах у этой розы из всех здесь я выкопала тоже посадила вот такая вот будет вена чарм да и ты прибежал пупсик здесь тоже это из новых я посадила вот первый раз king's rents так захотелось мне всех разных цветов ну и такие маленькие сиреневые цветочки посадила чтобы они постепенно постепенно здесь все заросли вот это вот очень красивая обалденная такие листья у них я их всех обрызгала на месяц назад вот вот такой вот черный от черных точек от всего от розовых и которые на розах обычно луи это было у старых хозяев я ее выкопала и посадила по новой это принцесса монако настолько она красивая цветы держит очень долго эти вот уже завяли открываются новые обалденные огромные цветы тоже и этот нежный переход красота смотрю света из бывшей пенсильвании тоже выращивает розы что-то мы в розы немножко ударились вот это вот тоже очень красивая она такие так и растет так и и цвела уже цвела у меня пару раз и вот еще раз еще один бутончик ну наверно хватит на сегодня ну и хватит копать там уйди отсюда вот видите что творит вот так вот копают и коты приходят копают в общем ладненько всем пока пока на такой вот прекрасной нотке дорогой давай вернусь не никто луи 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 говорю 遊 диму не та symbwi и прим Продолжение следует... Продолжение следует...